Воспитатель. Многие эту профессию считают легкой и простой, но разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать с ними стишки или песенки. Все легко и просто, но это не так. Работа воспитателя – кропотливый и каждодневный труд, требующий много любви, терпения, сил и полной самоотдачи. Ведь воспитатель должен уметь быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником, учителем для каждого ребенка, пришедшего в группу дошкольного образования. Частичку своего сердца и души каждый день отдает ребятам воспитатель детского сада Нальмес Фатима Сафарбиена Шавацукова. Работаю я воспитателем уже 26 лет. Закончила Адыгейский государственный университет, факультет естествознания, географ-биолог. Так получилось, но мест не было в это время, когда я закончила, мест не было, поэтому пришлось идти сюда. Я не скажу, что я запланированно прям хотела, но опыт у меня был. Я уже работала здесь один год, опыт был, поэтому что ж сидеть, думаю, пойду поработаю с детками, все равно позитив. Пришла сюда, конечно, намерения у меня были пойти в школу работать, но когда я чуть-чуть поработала с ребятами, когда вот этот позитив получила, тогда, конечно, мне захотелось уже здесь остаться. Хотя предложения пошли уже, в школу начали предлагать мне место, но я уже захотела здесь остаться. Для Фатимы работа с детьми любимая и очень интересная. Это ее призвание, которое дано не каждому. Своим воспитанникам она дарит заботу, любовь, знание и внимание, а в ответ получает бурю эмоций и новый заряд позитива. Сложно было, потому что методика-то школьная была, поэтому мне нужно было опускаться чуть-чуть, вот чуть ниже, ниже по знаниям, не то что по знаниям, а по уровню, чтобы преподнести данный материал ребенку, чтобы он это понял. Школьный возраст и дошкольный возраст – это разные вещи, конечно. И нужно было очень… Первое время у меня не получалось, сложно было, я слишком непонятно объясняла для деток, это непонятно им было. Потом я по чуть-чуть, по чуть-чуть, все ниже, ниже, ниже взяла этот возраст и все. В ходе беседы мы попросили Фатиму Сафарьбину ответить на несколько вопросов и получили интересные и мудрые ответы, которые, возможно, помогут в работе начинающим педагогам. – Тяжело ли найти общий язык со всеми детьми? – Сейчас нет. Сейчас очень легко. И первое время с детками я дружила, с детками было прям некомфортно. И им комфортно, я думаю, было. Сейчас очень хорошо. Я чувствую себя, как рыба в воде. Сейчас я ощущаю, что это именно мое дело, что я на своем месте. Особое внимание в образовании, в воспитании детей я уделяю развитию внимания, мышления и памяти. Особенно логическое мышление в старшей группе, уже в подготовительной группе, я особое внимание уделяю логическому мышлению. Почему? Пойдя в школу, у детей, вот я наблюдала, они сталкиваются с тем, что у них сложности идут именно в решении задач каких-то. С логикой чуть-чуть сложновато. Поэтому я как-то пересмотрела свой путь в образовании детей. И в старшей, именно в подготовительной группе, большее время я уделяю именно логике, чтобы деткам было комфортно, чтобы детки влились в школьную жизнь мягко, без стресса. Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать воспитателем? Нужно любить детей. Любовь к детям подскажет путь. Детки, они сами ведут за собой. Главное их любить и слышать, уметь услышать то, что они хотят. Расскажите немного о своих наградах, самые значимые из них для вас. Ну, награды были у меня. И районные были, и республиканские награды были. И на воспитатель года тоже награда у меня есть. И вот последние два года назад первое место я взяла по республиканскому конкурсу «Открытые ладони». Значимые они все. Каждая награда несет с собой какое-то участие. Участие, в котором я вкладывала и свой труд, и свои знания, и свои навыки. Это каждая награда для меня важна. Я не могу выделить вот эта награда лучше или эта награда лучше. Все награды для меня важны. В момент нашего приезда в группе Фатимы Шивацуковой проходил урок. Ребята внимательно слушают, ее не перебивают. Согласитесь, непрофессионалу трудно организовать маленьких непосед. А вот в группе Фатимы Сафарьбивна с дисциплиной полный порядок. Под мостиком и виляет хвостиком. Кто это? Это рыбки. Рыбки, да. А рыбки где живут? В воде. В воде. А так, в общем, в каких водоемах они живут? В океане. И об океане. Еще где? В речке. В речке еще где? В море. В море. Еще где? В воде. В воде. В воде. В воде. Да. И сидят там в тишине. Все рыбки спрятались. Да. Тихо, тихо, тихо сидим. Выходим. Где же мои рыбки? Вот они. Вот они, рыбки. Я плещал. Ветер дует, раздувает. Море полный поднимает. Дуем, дуем. Фатима Сафарбивна старается привить любовь к родному языку и даже выпустила сборник для детей «Времена года» на адыгском языке. Еще большое внимание я уделяю, чтобы детки знали свой язык, знали свою культуру, обряды. Все-таки не потерялись они в этой жизни. Наш язык – это наш путь к будущему. Это не то, что вот обязательно, если ты не знаешь адыгейский язык, ты не выплывешь в этой жизни. Нет, это не это значит. Но знать свои корни и знать свою традицию обязан любой ребенок, любой человек. Знать свою нацию. И, конечно, связанное с этим, есть много литературы на адыгейском языке, детской именно литературы. Но я видела, что им сложно чуть-чуть. Это адыгейский язык, он сложный по себе. И есть такие слова, что порой даже взрослый человек, он не поймет смысл этого слова. Поэтому я решила выпустить маленький сборник для детей, именно касающийся времен года. Это и осень, и о зиме, и о весне, о лете. Разные потешки, физминутки, разные стишки у меня тут. И именно на доступном языке, чтобы детки поняли все аспекты, понимали все аспекты времен года. И я вижу, что вот эти вот стишки, эти потешки им близки. Они быстро запоминают, они быстро понимают. Мы-то и так с ними занимаемся, ну, какое время года, какие признаки. Все это детки говорят, но в стихотворной форме, именно стишками это запоминается намного лучше. Поэтому вот такой сборник небольшой у меня есть, и я им пользуюсь регулярно. И в заключении она поздравила своих коллег с профессиональным праздником, стихотворением собственного сочинения. И в заключении я бы хотела поздравить всех воспитателей нашего района и, конечно же, всех работников дошкольных учреждений с нашим профессиональным праздником. И пожелать им словами собственного сочинения воспитателем быть – это честь. Этот дар дается нам свыше. Ведь не каждый готов предпочесть посвятить свою жизнь другим детям. Это люди открытой души, добродушные и терпеливы. В их сердцах текут реки любви, приводящие всех в изумление. Их улыбка, тепло и любовь прививают уверенность детям. Слово доброе, ласковый взор у детей вызывают доверие. Это люди огромной души, где найдется местечко всем детям. Свои знания, умения, труды донесут до детей с восхищением. Они дарят заботу, любовь и счастливую добрую сказку. Охраняют их детский покой, берегут от беды и ненастья. Пусть улыбкой сияют глаза, и желание к труду не угаснет. Процветает пускай вся земля, и все дети смеются от счастья.